На землю приходил Иисус Христос, принял тело, родился о Девы Марии и умер за грехи людей. И воскрес для нашего оправдания. Надел мешок и сидит прячасься. Дырки прорезал. Убери эту дурь-то всю эту. Поговорим. Я вам расскажу о вечности. Для чего человек живет. По этой книге. Отвечу на ваши вопросы. Мешок-то сними. Сними мешок с головы. Ну что, боишься? Вы боитесь, да? Это не Хэллоуин. Я знаю почему. Потому что это блудное место. И не хотят, чтобы знали, что вы тут занимаетесь разными нехорошими делами. Вы делайте добро. Убери мешок-то. Тогда поговорим. Да мне жарко в пакете. Ну что будем говорить-то? Убирай скорее, а то время-то нет. А вы отшельник? Ну мы поговорим. Я вам многое расскажу. Как мы строим православную деревню. Где молодежь может руки приложить. Подождите, я вам покажу одну вещь. Вот, у меня тоже есть. Что у вас есть? Подождите. Новый Завет и Псалтирь. Замечательно. А кто там выпустил? Автор? Выпустил кто? Издательство чьё? Я не знаю. Ну, вроде, в принципе. Ну вы где-то в каком-то месте просчитайте. Допустим, Новый Завет. Я скажу, это синодальный период или нет? Это Новый Завет, да. Откройте Новый Завет, первая там, пятая глава, Матфея. Пятая. Просчитайте, я скажу, это синодальный период или нет? Ой, от Матфея. А вот глава четвёртая. Давайте. Пятая глава. Шестая. Ну, просчитайте. Я не вижу. Не видно ничего. Просчитайте. Увидев народ, он зашёл на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И дальше? И он отверз уста свои. И он отверз уста свои. Всё, правильно. Это синодальный. Всё, это правильный. Пожар, ищи духом, ибо их есть царство небесное. Да, это правильный, а это не сектантский. Мешок снимайте с головы и поговорим. Видите? А вы из Украины же. Да. Мы находимся в Барнауле, Россия. Хорошо, что ваш дом освещается такой книгой. К вам не каждый вор залезет теперь. Вы охраняетесь ею. А вы батюшка найдёшь? Нет, брат у меня священник, а я просто проповедник-миссионер. Мы много ездили по свету, проповедовали, на Украине были. В каждой библиотеке, в Киеве, в Одессе, в Николаевске, находятся мои книги, 38 томов. Это какие-то ещё книги? Называется «Открытым оком во свете Библии» Игнатий Лапкин. Сними, сними себя я тут башлык-то. Да я боюсь. У меня лицо всё изуродовано. Да ещё не будет. Это «Человек-слон». Вы видели фильм «Человек-слон». Так, в общем, вы запомнили, Игнатий Лапкин. Вы по скайпу меня найдёте. Игнатий, ага. По скайпу Игнатий Лапкин. А ресурс называется в Ютубе «Открытым оком во свете Библии». А можно ещё вопрос? Как вы относитесь до асизма? Не слышу ничего. Что вы относитесь? Как вы относитесь до асизма? До асизма. Это китайская философия. До фильмы. Не пойму слово какое. До асизма. А что это такое? Дауцизм. Да, да. Да никак. Как заблуждение от сатаны. А, то есть вы баптист. Мы православные. Баптисты рукой не крестятся. У них на Библии вот такого восьмиконечного креста нету. Нету. И они пользуются нашей Библией. Так, ладно. Раз не хотите всего хорошего. С Богом. Ага, с Богом. Язычники – это сегодня не язычники, а просто грешники. Просто грешники. Чтобы блудить, воровать и ни за что не отвечать. Отвещать. На взгляд каждого. А в курсах, да, о религии, ну как бы. А мы о религии не говорим. Мы говорим о Христе, который умер за наши грехи. Который судить мир придет, слово его. Веросповедание, оно абсолютно свободное. Я знаете, сейчас только с мусульманами разговаривал. Они молятся Аллаху. И язычники раньше молились о Марсе, Венере. Вы не знаете историю. А с Клипией молились. Это, которое врачебное искусство. Это Кроносу. Православные не одинаковые, но добрые отношения. Мы верим, что Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. А они верят, что Иса пророк. Я занимаюсь Кораном. У меня вышло 38 томов книг, и один том посвящен Корану. Я его сравниваю по сурам и аятам в сравнении с Библией. Там ни нападок, ничего нет. Что святые отцы говорили? Мы верим, что Иисус умер за наши грехи. Умер и воскрес для нашего оправдания. Я, естественно, впервые именно слышу, что правильно, то, что правильно написано, я его слышу. Другие говорят, Сын Божий Иисус. Нет. Вам, как вы говорите, как вы уже сказали, то, что есть вот так. Видите, совесть человеческая подсказывает, что мы грешники. Вот у меня ролики стоят, мы в доме Мулы беседовали. Я взял за основу послание к римлянам, 6 глава, 23 стих. Возмездие за грех смерть. Да запятой. Все согласились, и Мула, и жена его. Они очень грамотные. У жены два высших образования, на четырех языках разговаривает. У них Библия, Коран, все есть. А он на шести языках разговаривает. Он грузин, мусульманин, Мула. Я разговаривал в собрании, там были имамы в Санкт-Петербурге. Один вопрос, который запомнился особенно. Я говорю, какой процент девственности у вас сохраняется у женщин, у девушек до брачной ночи? А они меня даже не поняли. Я должен объяснять, как? Да 100%. А если не так? А берут интервью у 16-летнего, там, в Саудовской Аравии. У тебя сестра. А если она будет парня приводить? Он подумал, зарежу. А мать осталась без отца. Будет мужика приводить? Он долго думал, зарежу. А у нас, я говорю, в седьмом классе уже не найдешь. Она на вторую букву алфа это уже называется. Нам только нужно учиться. Вот мы особая община у нас. Вы если зайдете на наш YouTube, называется «Восвете Библии», вы увидите, как у нас женщины открыты, закрыты, православный хиджаб, как хиджаб, два платка. Платье до полу. Вот. Люди-то не могут так. У нас в церкви там, как по полу, одеты, выходят, выходят. У нас нету, не переступят ногами. И поэтому наши сестры, когда идут из церкви, из нашей православной там, а тут с юга там работает, они видят. Сестры наши. Мы говорим, да это православные. Нет, это мусульманки наши. Мусульманки. Они кроткие, смиренные, красивые. В этом вопросе мы на 100% вот так с вами согласны. Надо смотреть, работать. Я хочу, чтобы вот прям в жизни, да, чтобы много были людей, как вы, похоже, на вас. Нас гонят здесь свои православные. Гонят всячески, поносят и прочее. Ну и мы должны переносить все. Я вспоминаю, мы... Вот у меня вышло 38 книг, я когда дарил их-то на Востоке. В одном месте мы заезжали в районные центры, и не можем выехать на центральную дорогу. И в это время один на машине едет, мы его спросили. Он развернул машину и с нами поехал, и вывел нас на дорогу. А потом подошел. Я мусульманин. Я говорю, а как тебя звать? Ахмат. Она меня смотрит, говорит, у меня отец такой, Аксакал. Представь, он развернулся, ехал на работу или куда-то, вывел нас. А о чем это говорит? О том, что он Бога боится. Вот у нас есть священник Дмитрий Смирнов. И он говорит, вот сегодня подошла ко мне бабушка и говорит, отец Дмитрий, можно вопрос задать? Он говорит, такой вопрос зададут, что и не ответишь. Давай. Она говорит, вот я иду в храм, еду. Поднимаю руку на остановке, автобусов нету. Таксист. А таксист мусульманин. Он меня довез до храма, то я даю деньги, а он не берет. Ты, мать, ты едешь молиться, как с тебя брать-то? А если едет, говорит, наш, русский, православный, обязательно возьмет. Это моя работа. А ты бы, говорит, заплатил за ее коммунальные услуги, да поднял бы ей вещи. Это священник говорит в храме. Почему? А я отвечаю, потому что они учат. Я слышал, как говорит там одна девушка, где-то она в Париже или где мусульманка-то, ну и, видимо, по-своему же хотела там. А они ее, сестра, надень хиджаб. Другой выступает, сестра, завтра пойди купи, надень хиджаб. Понятно? То есть они ее там, и имам один там, там еще шейх один. Ее со всех сторон окружили. Все, она утром пошла и купила. Вот как. А у нас, видишь, не хотят работать. А нам можно бы доброе-то взять, вот так, чтобы заботились. Вот у нас община, у нас как раз так и есть. Все одеты по форме. Евангелие знать. Вот если у вас будет желание, а? Я просто хочу, вот чисто пожелать вам крепкого здоровья. У вас всем успеха. Да мне 81-й год, 81-й год. Я за слово Божье сидел в тюрьмах. В 87-м только освободился, с мусульманами сидел. А я 18 лет сотрудничал с тюрьмой, бесплатно помогал. И бывает, в этих, в камерах сидят мусульмане, попались, там воровал или что-то. Я в первую очередь стараюсь им помочь. Почему? Другая обстановка, другая пища. Чтобы он в отчаянии не впал. А мне говорят, он такой, такой, так сказать, ваххабит там. Тебе что судить его? Он в беде, и ты в беде. Сидите, еще и друг друга грызете. Меня никак не поймут. А они, выйдя оттуда, бывает, меня находят дома, чтобы отблагодарить. Вот как Бог делает. Хорошо, я вам желаю удачи. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Я в Барнауле нахожусь, Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Если вам надо будет по скайпу, на меня выйдете. Я материалы могу скинуть. Вам будет очень интересно. Я запомнил все. Все, Игнатий Лапкин. С Богом. Храни вас, Господь. Вас как звать-то? Меня Хамраку. Не понял. Да, чуть ли не имя. Хамраку. Ага. Да благословит тебя, Господь. Да сохранит. Да, во свете жить лучше, чем во тьме. С Богом. Да. Храни тебя, Господь. До свидания. Я молился, что Бог послал доброго человека поговорить. А то раздетая половина. Мусульмане тут раздеты. Я говорю, вы зачем? Да вот, надо поговорить. Тут говорить некому. Тут тупость одна собрана. А я говорю, а вот почему ты пришел. Тебе дома разрешают четыре жены. За каждую колым. А тут 44. Все раздеты и даром. Вот вы и толкетесь, южные жеребцы на наших кобылах пляшете. Они расхохотались все. Я говорю, вот и все. У вас тут 90% вообще от рулетки. Да, да. Куча. Вот такого разговора-то не получается. Они сразу выключаются и уходят. С Богом. До свидания. До свидания.